Добрый день дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам рассказать свой опыт покупки участков земельных. В 2016 году я приобрел участок размером примерно около 3 гектар возле деревни Турково. Прямо участки граничит, участок этот граничит с деревней. Приобретал я участок примерно в марте месяце, то есть я его практически не видел, доступа сюда подъезда не было. На карте я увидел, примерно представлял, что это все может быть. Но каково было удивление мое, когда я сюда приехал весной и увидел здесь сюрприз в виде борщевика на территории, по краю участков. Да, я конечно был неприятно удивлен, но в тот момент, в 2016 году, я еще не придавал особого значения тому, что такое борщевик и вообще на что он способен превратиться через 4 года. И я тогда начал свою деятельность, сделал на местности границы участка, выставил, поставил колышки, определил все. Перед этим я его разделил на 6 участков. Мысль какая была? То есть покупали с инвестиционной целью эти участки. То есть большой участок разделить на 6 небольших и потом как бы предложить желающим, кто захочет здесь строиться, развиваться. Вот. И прошло какое-то время, я это дело забросил. Потом вот сейчас вот опять в 2021 году к этому вернулся. Когда приехал, посмотрел на ситуацию, какая здесь возникла. Борщевик очень сильно распространился. Да, в 2016 году я сделал границы и так как участки заросли лесом, это очень серьезно, да, просеку сделал по границе участка в лесу с двух сторон. С одной стороны есть проезд дорога грунтовая к деревне Турково, а вот других внутри леса их не было. Вот я выставил границы. В итоге за 4 года борщевик, получив доступ к открытому пространству, соответственно зашел в эту просеку и распространился там внутри. Одних из видео, в принципе, где я рассказывал про эти участки, это видно. И вот, скажем так, какая первая для себя из этой ситуации я выявил, скажем так, необходимость смотреть внимательно при покупке участка и ту рекомендацию, которую я хочу вам дать. Покупайте участки только вот в то время, когда вы можете визуально убедиться приехать на место и посмотреть состояние участка. Не покупайте вслепую. Ну, это один из элементов при покупке участка. Я не буду обращать внимание, ходить сейчас в юридическую сторону, в ПЗЗ, как они находятся, в чьей собственности я не буду. Я просто вот сейчас вот эти практические навыки именно посредственно самой земли. Чтобы вот такой ситуации, как у меня, не получилось, то есть я приезжаю весной и вижу заросли борщевика, как я уже сказал. Еще один момент. Внимательно смотрите на того человека, который вам предлагает приобрести участок. Потому что есть разные продавцы с разными мыслями, с разными желаниями. Многие могут вам наговорить с трикором, рассказывать, воздушных замков настроить. Цель, конечно, естественно, продажи участка. А по факту потом получается, что на самом деле все это придумано, ничего этого нету. Или есть, но не в том виде, в котором это рассказывалось и показывалось. Очень внимательно смотрите на человека, как он себя ведет, что он делает, что предлагает, как говорит. Может ли показать и подтвердить свои слова на практике на самом деле. Даже бывают ситуации, когда он может подтвердить, он показывает, допустим, ездит, другие участки показывает. Вот здесь вот приобрели, вот здесь начинают строиться. И показывает объекты незавершенные, которые люди тоже начали и в силу определенных причин разных, которые до этого им тоже наобещали, не смогли дальше продолжить деятельность на этой земле. Это связано с разными причинами. Ну, у кого-то там финансовая составляющая, у кого-то там получилось, что продавец кучу гор наобещал, а на самом деле по факту ничего нету. Обещал там чуть ли не в следующем году дорогу с газом. Тоже это оказалось, скажем так, просто на словах обещаниями, да, по факту ничего. Потом возникли откуда-то непонятные еще ситуации с появлением скотомогильника и зоны, которые попадают в тысячу метров участки, что тоже было неожиданностью. Хотя, в принципе, продавец участков эту ситуацию знал и, в принципе, это не мешало ему, скажем так, предлагать к продаже эти участки. То есть внимательно будьте внимательны. Несколько раз перепроверите. Если продавец апеллирует к каким-то, допустим, знакомым, соседям, по возможности спросите у продавца контакты, встретитесь с этими людьми, пообщайтесь. Ну, как бы, подтверждение поищите у других людей. Не только вот один источник, он подавец, и как бы только его мнение. Пообщаться нужно с другими собственниками. Кто там уже приобрел землю? Как у них идет развитие? Какими сложностями и причинами столкнулись они на этом этапе? И это самый идеальный вариант будет, тогда вы поймете, в принципе, вообще возможности, и какая ситуация на этой земле сейчас, и какая ситуация будет ли здесь что-либо в будущем, в перспективе. Вот эти, это то, на что я хотел обратить внимание, это, скажем так, это мой личный опыт, который, скажем так, повторить может и можно, но, как правило, у каждого опыт разный, но есть типовые ошибки, которые люди допускают в силу тех или иных причин. Потому что возникают такие ситуации, человек, допустим, проникся идеей, загорелся переехать на землю, жить на земле, там, вот эти вот у него, посетили его идею уехать из города, потому что, ну, душный город, все понятно, жить на природе. И в итоге несколько ослепляет вот эти вот эмоции, это положительное желание, притупляют некоторые вещи. И при этом еще продавец может там, скажем так, по ушам поездить немножечко, да, и ты такой вот весь воодушевленный, такой восхищенный там, вау, как здесь круто, природа, деревья, вау, здесь воздух, вау. Здесь немножко такой вот надышавшийся кислорода, притупляется внимание, и ты как бы не обращаешь внимания на многие вещи. Поэтому не принимать решения сразу, поехать подумать, пообщаться с соседями по возможности, взять контакты телефона, переговорить, проверить юридическую частоту, состояние зайти в местные органы власти на сайт, скачать ПЗЗ, градостроительный регламент посмотреть, проверить юридическую частоту этого участка, что там, как, откуда права появлялись и так далее и тому подобное. Какие есть статусы Земли, можно ли здесь строиться, нельзя ли здесь строиться. Все эти аспекты нужны, потому что потом уже будет, скажем так, гораздо сложнее все это сделать, нежели пока вот до момента приобретения. Эйфория очень быстро пройдет, а потом наступит реальность и действительность, с которой придется потом взаимодействовать. Ну, это тоже опыт, в принципе, почему бы и не попробовать это, но с учетом уже опыта других людей. Я надеюсь, что я вам был полезен, не допускайте ошибок, желаю удачи, пока!